Всем привет! В Китае кроме Алиэкспресс есть множество интернет-магазинов, в которых тоже можно купить нужные вам недорогие товары. К таким относится магазин Gearbest, на котором я купил 5 нужных товаров, которые вам 100% пригодятся в использовании. Поехали! Компьютерная подставка для руки. Нужные и полезные приспособления в первую очередь для тех, чьи рот занятий напрямую связан с работой за компьютером. Каким бы удобным ни был ваш стол и компьютерное кресло, во время работы за компьютером, все равно страдает спина, шея и запястье, поскольку руки часто оказываются на весу. В моем случае выдвижная полочка под клавиатуру узкая, на нее не каждая клавиатура поместится, не говоря уже о мышке. Поэтому мышь располагается на свободном пространстве перед ноутбуком, и вся рука дальше запястья оказывается на весу, что доставляет немалый дискомфорт. Со временем я начинаю чувствовать боли в области запястья и кисти руки. Это особо ощутимо для тех, кто работает с мышкой часами. Такой подлокотник послужит продолжением стола для вашей руки. Подлокотник крепится к столу с помощью специального кронштейна, который позволяет поворачивать подставку в разные стороны. Это позволяет максимально снять нагрузку с рук и облегчить работу за компьютером. Также позволит сидеть в правильном положении на комфортном и безопасном расстоянии от монитора, и управлять мышью не напрягая руки, тем самым смягчая нагрузку на спину и позвоночник. Она станет настоящим спасением для людей, большую часть времени работающих за компьютером. Кистевой тонометр для измерения артериального давления отлично подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающимся в постоянном и точном определении этого показателя. Прибор устанавливается на левую руку, манжета застегивается сверху руки, а корпус прибора находится на запястье. Положение руки должно быть таким, чтобы устройство находилось на уровне сердца, поэтому процедуру замера лучше производить лежа, или приложить согнутую левую руку к середине груди, туда, где находится сердце. Если опустить руку ниже, будет наблюдаться погрешность. Примерно на каждые 10 см отклонения, 8 мм ртутного столба. Также очень важно учитывать следующий момент, при измерении давления нужно находиться в максимально расслабленном состоянии, так как такие аппараты очень чувствительны. Даже незначительные движения рукой могут послужить причиной скачка давления. Тонометр оснащен двигателем, работающим от двух мини пальчиковых батареек. Он создает давление воздуха в манжете тонометра. В процессе работы этот микродвигатель потребляет достаточное количество энергии, поэтому нужно предусмотреть приобретение аккумуляторов. Будет очень полезен если планируется большую часть времени, производить замеры вне дома, так как он очень легкий и компактный. Беспроводная клавиатура с русской раскладкой. Прежде чем начну с самой клавиатуры немного предыстории. В последнее время стал часто смотреть ролики на ютюбе через смарт-тв. А с учетом того, что поиск осуществлять обычным пультом от телевизора просто очень неудобно. Задумался над покупкой клавиатуры. Задуматься то задумался, но все как то руки не доходили. И вот в один из вечеров в магазине Gearbest наткнулся на клавиатуру от компании Vibaton модель S1. Зацепила она меня тем, что есть русская раскладка. Комплектация минимальная, сама клавиатура, кабель зарядки, инструкция на английском, аккумулятор на 800 мАч и передатчик. Клавиатура удобно лежит в руках, хоть и выполнена из пластика. Функция мыши выполняют тачпад и крюки на верхнем торце клавиатуры, которые отвечают за правую и левую клавиши мыши. На этом же торце расположена кнопка включения и разъем зарядки mini USB. На задней стороне клавиатуры расположено гнездо для аккумулятора. Помимо самого аккумулятора здесь располагается Bluetooth-передатчик для подключения. Клавиатура на ПК и работает просто отлично. Она полностью копирует функции основной клавиатуры, только намного компактнее. Поддерживает Windows начиная с XP. Все функциональные клавиши работают. Установка драйверов не потребовалась. Что же касается Smart TV. Телевизор у меня Samsung, не Android. На Smart TV она работает. В приложении YouTube можно легко передвигаться по меню. Но вот текст можно осуществить только сенсорной мышкой. Непосредственно с самой клавиатуры это сделать не получится. Но если вас это не напрягает, то смело можете брать. Вещь просто отличная. Регулируемый корректор осанки. Главная задача с которой брался этот корректор, это в качестве профилактики, заболевания опорно-двигательного аппарата, и устранения боли в спинном и шейном отделах, которая появляется вследствие постоянной нагрузки и напряжения спинной. К тому же материал должен был быть эластичным и дышащим. Жесткие элементы не должны мешать и выпирать наружу. Корректор не должен быть заметен под одеждой. Все время держать спину в правильном положении, под силу далеко не всем. В результате неправильного распределения нагрузки на мышцы, со временем возникают большие проблемы с позвоночником. Корректор для спины – небольшой помощник, позволяющий привыкнуть к правильному положению тела. Его также используют для исправления осанки, при обострениях остеохондроза, и других проблемах позвоночника. Эффект от использования устройства – укрепление мышц спинной, поддержка позвоночника, нормализация кровообращения, снятие боли и напряжения в грудном и шейном отделе. Профилактика деформации позвоночника. В нашем случае мы чуть-чуть не угадали с размером, но это не является серьезной проблемой. Лямки можно немного подшить. Смарт-светодиадная RGB лампа, с блютос-управлением. В целях безопасности лампа упакована в пластиковый бокс. Доехало все в полной сохранности. Также в комплекте есть бумажка с QR-кодами для Android и яблочных девайсов. Внешне, соответствует обыкновенной E27 лампочке накаливания. По коду, попадаем в Play Market и качаем приложение. Кроме команд на включение, программа умеет регулировать свет свечения лампочки. Имеется отдельное управление теплым светом. Эту лампу можно настроить как будильник через телефон, чтобы она включилась в определенное время. Делать приседы, то есть сохранять свет, и потом просто переключаться по ним. Также есть меню со встроенными пресетами. Мощность 4,5 Вт. Не очень ярко. В сравнении с лампой накаливания где-то 50-60 Вт. Камера. Функция считывания цвета. Включайте камеру, наводите на какой-нибудь предмет. Лампа определяет цвет и подстраивается под него. Функция микрофона. Также моргает разными цветами под разные звуки. Даже при разговоре может моргасить. Также может работать в режиме светомузыки под выбранный трек. Вполне пригодится в качестве ночника. С изменяемым по настроению цветом. Яркости свечения хватит и для использования в качестве например настольной лампы. Да и просто для обычного лентяя, которому лень ходить до выключателя. На этом все. Пишите в комментарии нравится ли вам такой формат видео с обзором моих посылок. И снимать ли мне в дальнейшем такие видосы. Так как я тоже заказываю очень много посылок из Китая. Также если тебе не безразлична судьба канала, то поддержи автора нажав палец вверх. И пиши что бы ты хотел увидеть в следующем выпуске. И я постараюсь сделать обзор на этот товар. И по традиции друзья, подписывайтесь на канал, и жмите на колокольчик. Пока.